Добрый день, уважаемые коллеги! Добрый день, уважаемые коллеги! В том числе и по тем вопросам, которые поднимались со стороны Нурстана Абишевича Назарбаева. Эта критика была действительно очень серьезная, во-первых. Во-вторых, вы знаете, наверное, что 31 октября был принят план правительства по реализации всех тех вопросов, искоренению, скажем, тех вопросов, которые были поставлены президентом. Я хотела бы вообще поделиться общими впечатлениями. Дело в том, что действительно кругом мутная вода, ничего не понятно. Почему нами и был буквально полгода назад, даже, может быть, надо сказать, что мы над законом об общественном контроле работаем уже около 10 лет, но тем не менее, я и группа депутатов, мы инициировали принятие этого закона, который будет способствовать прежде всего тому, что будут допущены общественные организации, люди просто, инициативные группы для не просто решения социально значимых проблем, которые у нас есть в государстве, но и для того, чтобы контролировать так называемые государственные деньги и работу правительства и парламента. И мы считаем, что это крайне важно и крайне необходимо. То есть, если вот говорить по поводу вопросов, поднятых президентом, глава государства часто достаточно говорил по поводу микрокредитования. Мы ездим по регионам, и мы знаем, что, в общем-то, гранты бизнесу не выдаются. Мы не понимаем, по каким причинам выделяются огромные деньги, но при этом они не работают. То есть, они сосредоточены на разных счетах, и невозможно добиться предпринимателям как раз-таки вот этой грантовой поддержки. И опять непонятно, как эти гранты получить, кто имеет на это право, что подразумевается под инновацией. Поэтому мы тоже поставили очень много вопросов перед правительством. По поводу ЖКХ, я не знаю, у нас вот тут, это вообще просто отдельная тема. Дело в том, что у меня тоже есть передача своей о поднерке Евразии, и 70% всех жалоб идут как раз-таки на то, что происходит сейчас в ЖКХ. Вы знаете, наверное, что мы нормативно-правовую базу привели в порядок, и в принципе по нормативно-правовой базе там четко совершенно прописано, что, например, правление, оно не имеет права оказывать услуги тем, кто проживает непосредственно в том или ином доме, то есть является членами кооператива собственников квартир. На деле-то это не работает. Понимаете, у нас же нет управленцев, у нас никто их не готовит, и на самом деле никто туда особо идти не хочет. Хотя мы проверяли, наверное, года 4 назад одну девятиэтажку двухподъездную, и можете себе представить, на ветоши и метла там списывалось по миллиону тенге 7 лет подряд. Мы говорим, что они там золотые, эти ветоши ваши и метла, и вообще кто оказывает эту услугу, да? Ну ладно, там уборка территории куда не шло, но чтобы подъезды мыли, я не знаю, по-моему, это всегда за дополнительную. Ну в общем, в конечном итоге было возбуждено уголовное дело, председателя лишили свободы, но деньги никто не вернул же людям. То есть люди пострадали. И сейчас очень много вопросов, касающихся вот как раз-таки тех денег, которые выделялись для того, чтобы улучшить жилищный фонд, то есть сделать его более безопасным. Но опять, что происходит? Вот в Алмате у нас было много случаев, когда вообще непонятно абсолютно, то есть у нас фактически нет стандарта, по которому бы эти услуги предоставлялись. То есть непонятно, какие строительные материалы используются, почему используются эти строительные материалы, в каком объеме. То есть человек сам разобраться не может, а на него возлагают огромные-огромные деньги, которые он должен будет вернуть потом в бюджет. И хотя мы говорим, что это беспроцентные, но вот допустим мы сравнивали, есть жилой дом, люди нашли сами себе подрядчика, который должен был сделать им крышу из оцинковки. И предлагалась эта услуга вместе с работой, стоимость ее была 3 миллиона. За государственные деньги им предложили то же самое, но за 5 миллионов. То есть опять, кто прав, кто виноват. То есть государство ссылается на то, что они не могут по такой дешевой цене оказать подобного рода услугу, произвести работу. Ну и я знаю, что есть дома по Тимирязево в Алмате, которые после такого капитального ремонта, где говорилось о том, что будут установлены специальные счетчики. И кстати, вот в той программе, которая сейчас принята правительством, опять правительство говорит, что они для того, чтобы тепло сохранить, они всем 100% будут эти теплощечки ставить. Каждый теплощечек стоит неимоверных денег. Вообще, за чей счет опять это будет? То есть я всегда говорю, почему мы не приходим в магазин со своими весами, а даже если и придем, нам никто не позволит, чтобы мы на этих весах взвешили, потому что они там, клейма нету, нету одного, второго, пятого, двадцатого. То есть там есть продавец, там у него есть весы, и он на них взвешивает, для того, чтобы нам сказать, сколько денег мы должны заплатить. Почему в коммунальной сфере у нас не так? Я вот этого никак понять не могу. Почему мы должны из своего собственного кармана платить деньги фактически за те же весы, потому что счетчики, они являются, и показания счетчиков, это и является тем, что дает возможность тому же предпринимателю сказать, сколько денег мы должны заплатить. Мне кажется, что это неправильно, и тем более мы знаем, что неимоверные деньги получают в результате этой деятельности, то есть неимоверные прибыли получают за счет наших с вами средств. И при этом никак не расположены к потребителю и не хотят ничего делать для того, чтобы нам жилось лучше. По поводу вот ЖКХ, мы знаем, что кроме вот тех самых приборов учета, сейчас еще повально меняют всем лифты. И опять за наш счет. То есть непонятно, с нас брали деньги на протяжении, например, 20 лет. Там же должен был быть создан фонд какой-то, то есть какой-то процент должен был идти на износ, и он бы как раз таки и предполагал, что в этом фонде скапливаются деньги за эти 20 лет, и потом за счет этих денег меняется лифт. Опять ничего, никто ни за что абсолютно в этой сфере не отвечает. Поэтому все, что касается ЖКХ, вот на мой взгляд, до сих пор правительство четко не имеет стратегии вообще по поводу того, как все это изменить. У нас вот это больная тема уже на протяжении 20 лет. То есть как только мы приватизировали жилье, так мы до сих пор ума этому жилью дать не можем. Хотя в принципе, ну что там такого сложного? Вот по-хорошему, если бы мы наняли, допустим, человека профессионального, который на тендерной основе, опять-таки согласуя с нами, с жильцами, выбрал бы поставщиков разного рода услуг. Кроме того, мы бы необходим принцип прозрачности расходования средств КСК. То есть должна быть независимая какая-то бухгалтерия, куда должны стекаться все, допустим, бумаги, которые являются своеобразным, скажем, подтверждением того, сколько было уплачено за ту или иную услугу. Но все это должно согласовываться. Тем более сейчас такие телекоммуникации, у нас интернет. То есть если мы сами там, допустим, или более взрослое поколение не умеет пользоваться интернетом, у нас всегда дети есть рядом, подростки, которые могут помочь нам это сделать. То есть, в принципе, я говорю, что ничего такого сложного нет, и у нас есть видение того, вот я вам рассказала, что если будет прозрачная бухгалтерия, если на тендерной основе будут подбираться поставщики услуг, и если профессионал будет возглавлять КСК, пускай не одно, пускай 10 возглавляет, если он будет успевать. Но это будет тогда гораздо эффективнее. И вот принцип прозрачности расходования средств, он позволит людям, во-первых, смотреть, куда эти деньги расходуются, а во-вторых, будет стимулировать, если человек сам выбрал, он нажал кнопку и выбрал, что ему необходимо, допустим, подъезд его побелить, или почистить территорию, или, я не знаю, озеленением заниматься, ну, вообще все что угодно. Это стимул для него будет, если это будут делать, и он будет видеть, куда тратятся его деньги. Кроме того, я уже говорила вам вот по поводу авиации, у нас вообще не развито абсолютно это направление, хотя неимоверных денег это стоит все, и вот сейчас к нам очень многие туристские компании, ну и туристы сами обращаются, чартеры сейчас на тушках совершают, то есть вот старых раз старых, и почему-то нам навязывают, я вот этого понять не могу, нам навязывают двух вот наших монополистов, то есть понятно, аэростана, у нее у самой не хватает вообще бортов, и она не имеет возможности осуществлять чартерные рейсы чужие, да, но почему мы на скатовских должны самолетах летать, я вот этого никак понять не могу, если мы этого не хотим. То есть получается, что скатовские самолеты 18-20 летней давности выпуска, да, они эксплуатируются, но и они падают, ребята. Ну почему мы за свои собственные деньги, то есть если у нас не прям так развита конкуренция, почему мы не можем борта другие взять, то есть мне это непонятно. И вот по поводу выпуска этих самолетов, которые у нас в Караганде выпускаются тоже, в соцсетях без конца ко мне обращаются по поводу малой авиации, то есть почему у нас все так дорого? Если вот говорить об Америке, о Европе, вы наверное знаете, что там есть разного рода транспорт, и мы понимаем прекрасно, что Казахстан очень большая страна, и очень дорого нам перемещаться с одного города в другой, тем не менее мы говорим о том, что регионы у нас должны развиваться точно так же, как и Астана и Алмата, и они ни в чем не должны быть ущемлены, а значит коммуникации, они должны быть налажены. То есть мы тоже эти вопросы поднимаем, и я думаю, что в ближайшее время они тоже будут отрегулированы каким-то образом. И много говорилось о том, что вот война на дорогах у нас необъявленная, что вообще совершенно непонятно вообще, что там происходит. Тем не менее, я хотела бы обратить ваше внимание, что сейчас мы разрабатываем как раз таки в нашем комитете, разрабатывается законопроект, который касается урегулирования взаимоотношений на дорогах. Знаете, сколько поправок мы вообще с разных некоммерческих организаций от населения получили? Больше трех тысяч. Больше трех тысяч. Каждый из них нам надо было. Иногда они были взаимоисключающие. То есть это очень серьезная проблема. У нас до сих пор нет консолидированного института, который бы работал с обществом, то есть и через организацию обратной связи говорил о предпочтениях большинства населения. То есть для нас это тоже очень важно, потому что мы понимаем, что у каждого свой интерес, но интересы большинства, они должны быть превыше. Как вы понимаете, иначе у нас никогда порядка не будет. И вот данный законопроект, он буквально уже до конца года будет принят, и я думаю, что в конечном итоге, благодаря этому законопроекту, мы наведем порядок на дорогах. Если еще поднимать для доведения экспорта мяса, помните, Норстан Абишевич тоже об этом говорил. Вчера у нас буквально был правительственный час, и руководитель Министерства сельского хозяйства, он на самом деле сказал, что когда подсчитывали скот, для того, чтобы понять, возросло поголовье или нет, они ошиблись на 1 миллион голов. То есть того 1 миллиона голов, они просто вот тогда, скажем, посчитали больше на 1 миллион голов. Я вообще не понимаю, вот когда такие заявления делает человек, да, то есть это вообще, это о чем говорит? Вот тогда мы говорим о том, что вот эти цифры, на самом деле, да, они совершенно непонятны, кто в конечном итоге их проверяет, эти цифры, для того, чтобы понять, насколько эффективно расходуются средства из государственного бюджета. То есть куда они тратятся, какой в конечном итоге результат мы получаем, и насколько этот результат, он в конечном итоге удовлетворяет население, ради которого эти деньги и вкладываются. И вы знаете, что за 7 месяцев текущего года, хотя мясо на экспорт у нас составляло вот по Таможенному Союзу 0 килограмм. То есть, да вы прекрасно понимаете, что даже для нашей промышленности мясоперерабатывающей, я вот, кстати, знаете, была удивлена. Дело в том, что вот в Атраусской области, оказывается, нет ни одного цеха по переработке мяса. Я говорю, а почему, как, а где вы берете колбасные изделия? Они говорят, мы их в России покупаем. То есть заполонены прилавки наши, казахстанские, заполонены российским товаром. А у нас получается, что вообще ни одного колбасного цеха нет. А это почему опять? Потому что нет мяса, собственного мяса, потому что эта отрасль, она не развивается. Ну, понятно, там природные условия не позволяют, но рядом есть же другие регионы, из которых можно поставлять, допустим, сырье для того, чтобы в конечном итоге перерабатывать. И наш потребитель для того, чтобы имел доступ именно к качественной, безопасной, контролируемой нашими предпринимателями и нашими государственными органами свежей продукции. То есть мы же говорим, что мясо, в принципе, вы знаете, колбасные изделия, там до 36 часов есть вареная колбаса, которая может храниться. Так вот, наше население, оно не имеет даже и такой возможности. Я хотела бы, конечно, сказать по поводу тоже образования, качества образования у нас. Мы часто очень поднимаем этот вопрос, но тем не менее, как бы, знаем, что у нас недостает вообще во многих регионах учителей физики, химии. Я уж не говорю по поводу физической культуры. Мы две недели назад заслушивали министра, который нам рассказывал, как хорошо нам будет жить, если все будут физкультурой заниматься. Мы поднимали вопросы по поводу того, чтобы, это же должны все равно делать профессионалы, согласитесь? Почему мы детей отдаем тому или иному тренеру? Потому что мы знаем, как наилучшим образом достичь результата. Да, согласитесь? Опять же, мы говорим, что здесь пока, хотя и говорят вот насчет того, что будут выделены особые гранты, деньги для того, чтобы привлекать в эту отрасль. Но, на мой взгляд, до тех пор, пока достойной заработной платы и социального пакета у учителей не будет, в эту сферу мало кто будет идти. И еще поднимался вопрос по поводу переговорщиков. Вы знаете, что таможенный союз и что достаточно у нас сейчас сложные, ну, достаточно проблематичные взаимоотношения, потому что часто очень каждая страна, она лоббирует свои интересы. Говорят, что не достает переговорщиков. Тем не менее, вот у нас есть ассоциация медиаторов, Единый центр медиации и миротворчества. Там более 200 профессиональных переговорщиков. Опять же, я говорю, почему об этом не знает тоже правительство? Почему оно не пользуется тем, что есть на самом деле? То есть, мы говорим, что надо объединять все 30 секторов гражданского общества. И в конечном итоге, объединяя эти ресурсы, достигать тех целей, которые поставлены перед всем Казахстаном. Потому что я не делю нас на государственные органы там и на некоммерческий сектор. Мы все здесь, мы здесь все проживаем. Для нас крайне важно, чтобы у каждого из нас улучшилось качество жизни. А это мы можем сделать только благодаря друг другу, скажем, или благодаря себе. Потому что качество окружающего мира зависит от каждого из нас. Поэтому, конечно, работа очень серьезная и предстоит, и сейчас ведется. Но, на мой взгляд, крайне важно, чтобы был институт обратной связи. Понимание того, в конечном итоге, чего, что предпочитает население, это очень важно. И что может дать государство. И каким образом удовлетворить все чаяния и все то, что необходимо населению. Поэтому, ну, это вот так, несколько слов. Я думаю, что я лучше бы ответила на те вопросы, которые волнуют вас. Спасибо. Большое вам спасибо. Уважаемые коллеги, позвольте передать слово директору научно-исследовательской ассоциации, института демократии, основным направлением которого является изучение общественного мнения по актуальным вопросам развития общества уже более 10 лет. Сегодня вашему вниманию будут предоставлены результаты социологического вопроса о проблемах развития страны. Опросом было охвачено городское и сельское население 14 регионов Республики Казахстан, а также жителей городов Алматы и Астаны. Юлия Владимировна, вам слово. Здравствуйте еще раз. Конечно, я думаю, что результатами соцопроса мы сейчас просто еще раз подтвердим все то, что сказала Светлана Юрьевна, потому что на самом деле те проблемы, которые затронул президент в своем выступлении во время совещания и то, о чем в последнее время мы постоянно слышим по телевидению, они есть в обществе, и население об этом говорит. Вообще, конечно, на самом деле, на мой взгляд, выступление главы государства на совместном совещании, на расширенном заседании правительства РК, оно стало таким подобием холодного душа для исполнительных органов. Я думаю, что это такая хорошая стряска, скажем так, для того, чтобы оптимизировать свою работу в дальнейшем. На самом деле, несмотря на принятие и введение множества государственных программ абсолютно по актуальным, по важным направлениям, ключевым направлениям развития страны, по результатам общественного мнения мы сегодня можем наблюдать укрепление в сознании граждан Республики Казахстан позиции о бездейственности правительства. То есть, все чаще можно слышать, скажем, высказывания по поводу того, что на сегодняшний день все у нас реализуется, скажем так, только на бумаге, да, минуя, скажем, реальные дела. На самом деле, критика лидера нации в адрес правительства по определенным направлениям деятельности стала поводом для развития активных дискуссий, и мы с вами это можем наблюдать на телевидении, да, то есть, представители государственных органов, оппонируя замечаниям депутатов, представителям гражданского сектора, пытаются больше информировать население о своей деятельности. Так вот, в период с 26 по 31 октября нашим институтом был проведен опрос среди жителей Казахстана по методам телефонного опроса, было охвачено и городское, и сельское население, вот, и результаты этого исследования показали следующее. То есть, в ходе опроса респондентам первый вопрос, который задавался респондентам, звучал следующим образом. Интересовались ли их проблемами и проблемами их населенного пункта за последние полгода представители государственных органов? Так вот, на этот вопрос утвердительный ответ смогли дать только 18% наших сограждан и участников исследования. То есть, я думаю, что эта цифра, она достаточно показательная, и она еще раз говорит о том, что те программы, которые принимаются государством и реализуются государством, они не отвечают интересам, они не доходят до населения, и они не удовлетворяют потребности наших сограждан. Упущения, отмеченные президентом в работе правительства, полностью подтверждаются также результатами опроса. Так получается, что каждый третий участник опроса в числе наиболее беспокоящих его проблем отметил коррупцию и плохую работу государственных органов. 41% участников исследования отметили проблемы здравоохранения. Сегодня в стране проблемы строительства дорог вызывают у них беспокойство. Более третий отмечают проблемы образования и создания новых рабочих мест. Даже не столько создания новых рабочих мест, сколько создания условий для зарабатывания, для того, чтобы можно было зарабатывать себе на жизнь, на то, чтобы содержать свою семью, своих детей и просто удовлетворять свои каждодневные потребности. И каждый пятый участник опроса отметил проблему жилищного обеспечения. В целом, если говорить об ответах респондентов на другие вопросы, 85% опрошенных заявили, что полностью согласны с критикой главы государства на расширенном заседании правительства. То есть население считает ее оправданной, обоснованной. ...решение волнующих общества проблем и дальнейшего вообще устойчивого развития и успешного развития страны остается глава государства. И уровень доверия, например, на сегодняшний день президенту составляет 97%. И, скажем, вот то, что я говорила вначале, вот эта активизация, скажем, средств массовой информации, активизация госорганов по информированию населения о своей деятельности, она, конечно, сказалась и на уровне интереса со стороны населения к средствам массовой информации. Так получается, что 86% казахстанцев отметили, что получают информацию о деятельности государственных органов из телевизионных новостей. ...31 канал, 7 канал, то есть еще раз, что еще раз свидетельствует о том, что те вопросы, которые обсуждаются сегодня на телевидении и поднимаются на телевидении, они интересуют население, и население хочет знать и хочет видеть все-таки те результаты, которые делают, результаты работы госорганов, ощущать их на себе и, скажем так, хочет открытости, в действиях, то, о чем говорила Светлана Юрьевна. В принципе, это все. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, можете задавать интересующие у вас вопросы. Пожалуйста, представьтесь и первый вопрос. Елена Шрайбер, 24КЗ. Мой вопрос Светлане Юрьевне. Вот вы говорили о модернизации ЖКХ, о том, что люди остаются после ремонта недовольными. И вот в таком случае кто виноват? Экиматы, которые недоглядели, или сама программа составлена некорректно? И главное, что в этом случае делать жителям? То есть должны они платить каждый месяц по 10 тысяч за ремонт, который их не устраивает? Спасибо. Ну вот поэтому я и сказала, что крайне важно нам сейчас принять закон об общественном контроле. Дело в том, что у нас сейчас нет особых полномочий, даже с точки зрения того, во что мы и какого качества имеем возможность получать вот эти услуги КСК. Я считаю, что все же во многом зависит от людей. То есть если у нас есть уже такие примеры, когда люди объединялись и действительно на базе КСК они организовывали и какой-то небольшой бизнес, и продавали рекламу, и все эти деньги эффективно вкладывали в то, чтобы улучшить жилищный фонд. И на мой взгляд, крайне важно, чтобы кроме закона об общественном контроле был обязательно внедрен предмет основы потребительских знаний. Еще раз хочу обратить ваше внимание. Дитя не плачет, мать не разумеет. До тех пор, пока мы сами не осознаем вообще, какие потребности и каким образом мы хотим удовлетворить, ничего не изменится. Ну и, конечно, я уже говорила, что именно государство должно нам гарантировать безопасность. А жилой фонд – это и есть наша с вами безопасность. Поэтому, на мой взгляд, здесь все же недоработка со стороны государственных органов и акиматов. Но население должно требовать от акиматов... Я знаю, что у вас течет кран, и для вас важно, чтобы этот кран кто-то починил. То есть надо сформировать прежде всего свой запрос и знать, куда и каким образом его распределить. И уже дальше требовать, чтобы это исполнилось. Поэтому я думаю, что взаимодействие населения и государственных органов, оно сможет навести порядок в этой сфере. Но еще раз я хочу обратить ваше внимание, что потребительское образование до 2017 года, оно должно быть внедрено в школах, вузах ПТУ. Поэтому я думаю, что и активизация будет. Мы сейчас... Национальная лига потребителей создает свои представительства на базе вузов. То есть студенты, они гораздо быстрее. То есть, другими словами, вы знаете, что такое потребительское движение. То есть мы формируем формулу человека с активной гражданской позицией, который делает осознанный выбор и несет за него ответственность. То есть, другими словами, мы очень много вопросов смогли бы снять с помощью внедрения обязательного потребительского образования и того, что мы поднимаем людей с дивана, для того, чтобы они двигались и влияли на свое качество жизни. Большое спасибо. Следующий вопрос. Пожалуйста, присаживайтесь. Светлана Юрьевна, у меня вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, вот президент подверг критике работу правительства по распределению средств стабилизационного фонда продовольствия. Фонд как бы есть, цены на социально значимые продукты, питание в некоторых регионах выросли очень. И вот какова ваша позиция в данном вопросе? Ну, я, честно сказать, была в шоке, когда узнала, что 5 миллиардов тенгея или 40% выделяемых средств, они лежат просто на депозитах. То есть, я как депутат буду делать соответствующий запрос по поводу того, чтобы эти деньги эффективно использовались. И я, честно скажу, я не совсем понимаю, зачем были созданы эти стабилизационные фонды, вообще ради кого они работают. Поэтому не раз уже подвергались критике, вот подвергалась критике их деятельность. Поэтому я думаю, что это не очень эффективная программа, и мы перед правительством будем поднимать вопрос для того, чтобы либо эту программу как-то, я не знаю, вдохнуть жизнь в нее и в конечном итоге рассказать людям вообще, что делают эти стабилизационные фонды, сделать прозрачным их деятельность, либо вообще их ликвидировать. Какие стабилизации у нас для того, чтобы было меньше сирот? Ну, мы принимаем, во-первых, много нормативно-правовой базы, и вы знаете, что на многих каналах и везде вот сейчас говорится, то есть примеры такие своеобразные. У нас нету сейчас стимула для того, чтобы... ...может себе позволить в конечном итоге содержать ребенка. Поэтому у нас этим занимается очень эффективно Загипаохьяна Балиева, и она тоже предложила ряд нормативно-правовой базы, но опять же мы говорим о том, что это влечет за собой затраты со стороны государства, хотя мы не понимаем, что тратятся деньги на то, чтобы содержать в детдоме, что эти деньги бы отдали другому человеку для того, чтобы он воспитывал в семье ребенка. То есть мы тоже поднимаем этот вопрос, и он не остается без внимания, то есть разрабатывается целая программа. Ну и, конечно, мы призываем население, чтобы они тоже к этой проблеме вовлекались в решение этих проблем. Вы знаете, честно скажу, да, наверное, года три назад одна из компаний, ну, я не буду называть, чтобы рекламу не делать, да, но они подарили нам 5 миллионов, а, 5 тонн муки, очень хорошей, качественной. Вы знаете, я не смогла отдать эту муку ни в один детдом, ни один детдом брать не хотел. Несмотря на то, что был сертификат качества, безопасности и всего остального, даже в части не хотели брать. Они говорили, что у них достаточно хорошее снабжение, и, ну, вот они посчитали, что это не нужно. То есть вот здесь какой-то идет перекос, то есть нам надо вот с этим думать, и все-таки лучшая мировая практика, она показывает. Ну и потом, вы знаете, что сейчас у нас есть СОС, вот деревни, там, где, ну, родители выращивают, ну, взращивают, скажем, много-много детей, то есть по 5-10 семей, это тоже хорошая практика. Продолжение темы про стимуляцию людей. Лера Бондарева, корреспондент информагентства Биньюз. Вот вы часто, Светлана Юрьевна, бываете в регионах, общаетесь с бизнесменами. Вот с какими вопросами, с какими, вот, может быть, проблемами, да, что вот, несмотря на то, что потребительское вот кредитование, оно выросло у нас на 22%, вы знаете, да? Все, что касается кредитования малого-среднего бизнеса, оно уменьшилось на 13%. Мы задали вопрос, почему это происходит? На самом деле, недоступны средства. То есть крайне сложно получить вот те деньги, которые заложены в бюджете, те самые 7%. Кроме того, непонятно, вот, допустим, обучает предпринимателей, чему обучает вообще. Потом, насколько, как бы, те знания, которые получил предприниматель, они для него полезны. Какой стимул есть для того, чтобы обучаться. Ведь на это тоже миллиарды просто тенге расходуются, и в конечном итоге, на мой взгляд, не очень эффективно. И вот чаще всего все бизнесмены абсолютно, они говорят, что они не могут начать. Оказывается, там очень сложный механизм получения вот этих 7% из государства. То есть сначала надо дать заявку в банке второго уровня, в банк. Потом этот банк, эту заявку, там очень много-много-много документов собирается. Потом, опять же, не все имеют возможность эти документы предоставить. Потому что, если мы говорим вот о сельских регионах, вы знаете, что у них нет залогового имущества. И фактически это говорит о том, что они не могут получить уже изначально кредитные средства, оборотные средства, скажем так. И далее этот банк второго уровня, он защищает перед дому этот проект, да. Все риски просчитываются. Основная проблема – это отсутствие кредитования. Это самая серьезная проблема. Ну и, естественно, знаний. Кроме того, у нас вот тоже непуганные предприниматели, с одной стороны. То есть они вкладывают деньги и не знают вообще в конечном итоге, как то, что они будут производить, будет востребовано населением или нет. И у нас нет какой-то единой системы. Кстати, вот Национальная палата предпринимателей, вот вновь создаваемая, она сейчас перед собой поставила как раз-таки задачу для того, чтобы вообще потребности всех регионов, чтобы они были понятны. То есть, например, если вот в нефтяном бизнесе можно заменить там, допустим, иностранный какой-то товар или какую-то услугу, которые со стороны иностранцев сейчас приобретаются, если можно на казахстанский, то что это должно быть, в каком объеме. То есть вот такая карта будет создана, и она будет презентоваться предпринимателям в разных регионах для того, чтобы они могли найти свою тему и начать производить то, что уже сейчас востребовано. Ну и на мой взгляд, мне кажется, что та же Национальная палата, она и должна маркетинговыми исследованиями заниматься. Потому что сейчас вот кроме Национальной лиги только у нас есть дегустационный центр, вот он у нас с 2000 года работает, там больше тысячи мы за свой счет, обратите внимание, с госбюджета ни одной копейки мы не получали, мы больше тысячи там продуктов питания, промышленных товаров мы исследовали. И людям рассказали вообще, какие есть свойства у того или иного товара для того, чтобы они делали осознанный выбор. Но со стороны государства ничего подобного не ведется. Поэтому я говорю, бизнесу очень сложно, во-первых, получить деньги, во-вторых, сориентироваться, что выпускать для того, чтобы это было востребовано, какого это должно быть качества. Спасибо. Пожалуйста, у вас вопрос. Да, да. Руслан Мелеша, Казахская радио. У меня вопрос к Юлии Владимировне. А направляли вы в правительство результаты ваших исследований? И если направляли, то каков был ответ? Спасибо большое за вопрос. Да, конечно, я вам хочу сказать, что на самом деле правительства являются активными пользователями результатов социологических опросов. Единственное, я думаю, что здесь может быть проблема в том, что акцент делается на положительных результатах. То есть, скажем так, очень важно проследить, какие положительные есть результаты в социсследованиях, а, скажем так, какие-то негативные вещи, то есть они выпадают из внимания. То есть, на мой взгляд, все-таки проблема в этом. Хотя на самом деле на сегодняшний день государство активно изучает общественное мнение, общественное мнение по абсолютно разным вопросам, по абсолютно разным проблемам. И поэтому я думаю, что здесь просто вопрос, скажем так, умения прочитать и интерпретировать, именно выделить то важное, что необходимо. Вопрос приоритетов, скажем так. Спасибо. И вот я еще хотела бы один вопрос поднять по поводу потребительского кредитования. Вы, наверное, знаете, что сейчас гораздо больше стали брать кредитов. Причем мы сделали исследование, кредиты берутся под 22%. А доход населения составил, то есть увеличился всего на 8%. Это еще будет зона, знаете, такая очень рискованная, то есть я думаю, что это бомба. То есть люди до сих пор не осознают всю степень ответственности за то, что они берут кредиты. То есть многие потребители, они взяли вот эту технику и они ей пользуются и радуются, а что за нее надо рассчитываться и при этом под 22%. И кроме того, мы вот сейчас ведем переговоры со многими банками, они же вводят потребителей в заблуждение. То есть они говорят, эффективная ставка 9,7%. А потом там маленькая-маленькая надпись такая написана в этой рекламе, где сказано, а вы позвоните и узнайте более точную информацию. И когда начинаешь звонить, как раз-таки и получаются те самые 22%. И многие, кстати, ваши коллеги мне звонили буквально вчера и говорили, они предлагают, чтобы был день тишины. Ну то есть вот человек оформил кредит, а потом ему один день дают возможность подумать вообще, стоит этот кредит брать под эти проценты, стоит на себя взваливать вот такую ответственность. Ну может быть это выход из сложившейся ситуации с одной стороны. С другой стороны, если потребитель прямо сейчас хотел бы приобрести что-либо, кто имеет право вообще его в чем-то ограничивать? То есть над этим надо думать. И я, кстати, говорила, что крайне важно, чтобы у нас был институт. То есть везде, во всех развитых странах существует такое понятие, как физическое лицо объявляется банкротом. То есть если человек не может заплатить, он... Получается, у нас в Казахстане юрлицо может объявиться банкротом, да? А физическое лицо нет. То есть почему так вот, почему такой перекос на самом деле? Представляете, эта кабала, она преследует человека всю жизнь. То есть, другими словами, если вы должны банку, сначала банк берет с вас проценты, а потом только основную сумму. То есть фактически, если вы вдруг потеряли работу или трудоспособность, вы никогда не потеряли работу. Допустим, тоже в развитых странах одну машину и одну квартиру или один дом не имеет права у вас отобрать никто. А у нас, вы знаете, вот в прошлом году зима началась, а сколько людей были выселены вместе с семьями и с маленькими детьми, и с престарелыми родителями, потому что у нас закон такой. Вы знаете, о перспективах, о каких-то промежуточных итогах второй волны приватизации. И второй вопрос, не направляли ли вы предложение провести эту волну как народное IPO в правительство, в какие-то компетентные... Вы знаете, мне сегодня только эта мысль пришла. Ну вот, как бы, что это можно сделать именно как IPO. Потому что, я еще хочу раз обратить ваше внимание, специалистам во всех сферах быть невозможно. То есть, вот я защищаю права потребителей 20 лет, развиваю медиацию, да, как альтернативный способ разрешения спора. Я вот в этом преуспела. Но если я еще буду думать и о том, как эффективно приватизацию провести, то есть же государственные институты, которые в конечном итоге получают на это средства. И у них есть специалисты, которые тоже могли бы до этого додуматься. Но я думаю, что если вы поддерживаете мою эту идею, то я, конечно, могу с этим обратиться к правительству. И по поводу первого вопроса. Нет, нас никто ни о чем не информирует. До тех пор, пока мы эту информацию не спросим. Но так как у нас есть такой институт, как депутатский запрос, то есть любой вопрос, который у меня возник, я могу отправить и в правительство, и в любые другие государственные органы, либо вообще, куда меня интересует, и получить тот ответ, за который те, кто предоставили этот ответ, будут нести ответственность. Спасибо. Пожалуйста, последний вопрос. Азамат Леб, Казахская радио. Как вы оцениваете... ...кск люди непрозрачные. Люди не знают, за что платят. Спасибо. Ну, я отчасти уже говорила вам, да, давала ответ на этот вопрос, на мой взгляд. Ну, я еще раз хочу обратить ваше внимание. До тех пор, пока не будет грамотного потребителя, у нас не будет добросовестного производителя. А до тех пор, пока у нас не будет добросовестного производителя, экономика нашей страны, она будет шаткая. Потому что у нас нет устойчивости, у нас нет этих столпов. Вы поймите. То есть сейчас предполагается, что Киргизия к нам присоединится к таможенному собранию. Мы не сможем разбираться вообще в том, что приобретаем, мы сможем вообще превратиться в свалку. То есть об этом надо думать. И я еще раз хочу обратить ваше внимание. То же самое с ЖКХ. До тех пор, пока мы не будем ходить на собрания, пока мы не будем принимать участие в работе, в деятельности КСК, тоже ничего к лучшему не изменится. Большое спасибо. Позвольте поблагодарить вас за принятие участия в нашем брифинге. Всем большое спасибо. Всего доброго. Спасибо. Всего доброго.